Между зелёным и красным сигналами семафора. Так большую часть времени в пути живут водители на Песчано-Умёцкой. Ждать и считать вагоны проходящих мимо составов иногда приходится по полчаса. В одной очереди легковушки, грузовики и реанимация. Проблема многолетняя. В 70 метрах от переезда снег плавит со жарких споров. Это народный сход жителей Сент-Эмолнии, Рассвет и Пуловец. В руках проект будущего путепровода поверх железной дороги. Он вошёл в программу, реализация которой намечена на этот год. В случае его появления он накроет их с головой и отрежет от большой земли. Теперь у нас возникла вопрос. Выезда из участков в сторону Саратова? Его нет. Предлагается какой выезд? То есть мы опять возвращаемся вот по этому, заезжаем на выезд, едем в сторону Жасминки и вот здесь вот должны развернуться. Но там места разворота не предусмотрено. Здесь обещали нам установить светофор. Но на мой вопрос, какой светофор? Со стрелкой, без стрелки, сплошная, не сплошная. То есть будет линия сплошная, светофор без стрелки. То есть в любом случае нам надо ехать до Жасминки, чтобы попасть в город Саратов. По нашим данным, сейчас этот проект уже прошёл госэкспертизу. То есть обратного пути, скорее всего, нет. В заперти останутся 129 собственников Пуловца, 300 рассвета и 80 молнии. У жителей было три встречи. Одна с проектировщиками, другая с представителями КУИ и третья – визит специалистов городского дорожного комитета. Вы сказали эту претензию? Трежды. Ничего. Не положено. Заезд не положен. Переходов, остановок на путепроводы не положено. Вот эта дорога, которая минимум нас обеспечила, не положена. Она не входит в проект финансов. Всё. Ничего не положено. Если посмотреть на топографическую карту Саратова и окрестностей, к примеру, 96-го года, то реально задокументированы лишь проезды между участками СНТ. А современный съезд с трассы там отсутствует. Видимо, поэтому он и не учитывался при создании проекта. В 200 метрах есть так называемый 9-й Беловежский проезд. Он присутствует на всех картах. Его мэрия и предложила как спасительный вариант. Представим на секунду, что здесь садоводы и жители СНТ Пуловец смогут пользоваться вот этой дорогой выездом. Соседние СНТ «Молния» также начнут пользоваться этим выездом. Если представим, что все они выйдут вот на этот 9-й Беловежский проезд, утром здесь будет пробка. Судя по проекту, трасса в этом месте будет закрыта шумоветрозащитным экраном, что тоже препятствует путям подхода к путепроводу. Большинство местных жителей, пенсионеры, передвигаются пешком, а строительство не предполагает автобусных остановок. Изначально людям показывали другой проект, более дорогостоящий. Там все требования граждан были учтены. Но городу пришлось бы выкупать большее количество участков. Сейчас речь идет о сносе всего шести. У их владельцев будущее тоже туманно. Мы помогли, все убрали, весь мусор. Слух идет, что будут убирать. И поэтому мы готовимся, все сейчас убираем с дачи. А когда снесут, что заплатят, мы не знаем. Еще один крупный и анонсируемый мэрией Саратову проект – это многострадальная развязка в районе Стрелки. Документация была одобрена госэкспертизой в конце минувшего года. На днях была опубликована визуализация будущей развязки. О необходимости ее строительства говорится на протяжении многих лет. Путепроводу на Стрелке мы посвятили не один сюжет. Однако все предыдущие попытки приступить к реконструкции объекта заканчивались ничем. Вот и сейчас о сроках строительства ничего не сообщается. Как и в случае с жителями дачных поселков, мэрия Саратова внятных ответов пока не дает. Но собственники домов рядом с будущим путепроводом Жасминский чувствуют себя отрезанными от города уже сейчас. Это не деревня, это город Саратов, Ленинский район. А теперь с учетом, извините, присоединенных районов мы в центре. По их мнению, весной, когда на участки приедут дачники и тоже осознают суть нарастающей проблемы, то вдоль дороги могут появиться плакаты с призывом о помощи свыше. Редактор субтитров А.Семкин